Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. 3 июня и 4 июня состоялись уже концерты Максима Галкина в Израиле. Значит, он у себя в профиле, в социальной сети, которую нельзя называть в России, разместил бурные овации, склейку сделал с бурных оваций. 3 июня в Тель-Авиве, 4 июня там очень много у него цветов. И, конечно, люди писали в социальных сетях, которые были там, что были шутки о России. И многих это возмутило, меня возмутило, например, потому что я уже говорил, как сказал правильно, Высоцкий, я буду разговаривать с вами о минусах своей родины, на родине у себя, да, мы будем это решать, но никак не с вами. А здесь вот это как выносить ссор за сбу, у него, в принципе, еще раз говорю, концертная программа построена, это шутки о России, о быте в России, но это здесь мы можем смеяться, условно говоря, и не в такое время, как сейчас. Еще раз говорю, сейчас время совершенно не до смеха и не до шуток, в принципе. Значит, на то, что он решил заключительный концерт дать 22 июня, юмористический концерт 22 июня, понимаете, что за дата, да, это просто вообще фантастика, то, что он делает. Значит, Пятый канал публикует, что несмотря на вот эти его овации и так далее, значит, на что эти овации, то есть отклик зала на что. И вот один из присутствующих на концерте разместил у себя видео, где можно услышать небольшое лирическое отступление перед основной частью перформанса. То есть он там говорит столько, что, ну вообще. Значит, на нем Галкин высказывается о море, говоря о его ностальгических свойствах. Однако в речи прослеживаются не только приятные воспоминания от пляжа и воды, но и критика в адрес России. Послушайте, что говорит Галкин, когда ему аплодирует весь зал. И ты где-то на закате снова выходишь на это море, на это прекрасное море. Что такое море? Море – это для нас воспоминания из детства. Море – это родители. Море – это счастье. Море – это целый мир. И так хочется, чтобы этот мир был для всех детей и взрослых. Чтобы черные флаги в нашей жизни были только на берегу по случаю высоких волн. Чтобы соль на щеках была только от морских брызг. Потому что человек создан для радости. Двояко, пишут, произнес. Опять муж, не буду читать Примадонны, Пугачевой. Давайте будем отвыкать Примадонны, Короли Поп, Императрицы и так далее. Друзья, что я хочу сказать. Мы знаем, что Галкин, пасхальную речь, его, наверное, все помнят. В данном случае, вы знаете, вот хотелось бы, если бы можно было напрямую сказать, сказать, Максим. Вот вы говорите про то, что человек создан для радости. Говорите, что черные флаги только по случаю высоких волн. И соль на щеках только от морских брызг. Замечательные ведь слова, правда? Но вот мне просто интересно. Избитый вопрос может быть. Да. Но когда вы 8 лет выступали и зарабатывали деньги, А на Донбассе у детей была соль на щеках не от морских брызг. И черные флаги были там не по случаю высоких волн. И радости, радости люди никакой не испытывали, сидя в подвалах. Вас это мало волновало. Потому что, наверное, никак не затрагивало ваша финансовая интереса. А вдруг сейчас, оказалось, что там есть люди, за которых вы так печетесь. Вот, понимаете, двойные стандарты опять-таки. Просто двойные. Это вот, ну, и он это говорит там. Он говорит это там. И люди аплодируют стоя фактически. Понимаете, в чем дело? Я не знаю. Представление. Вот, я просто не могу представить. На 500 лет запретить въезд. Друзья, с вами был Будда Гришна. Это и лично мое субъективное мнение, как гражданин Российской Федерации. Друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. С вами был Будда Гришна. Оставляйте ваши комментарии. Значит, ссылочка в закрепленном комментарии и в описании к видео. Для поддержки канала. Кому нравится смотреть мои ролики, можете поддержать канал. Также Будда Гришна новости. Канал здесь на YouTube, запасной канал. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. И в Telegram Будда Гришна новости. Там вся политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.